Болиды Формулы-1 впервые проехали по новой трассе в Сочи. Сегодня у пилотов королевских гонок начались свободные заезды, то есть возможность познакомиться с трассой поближе до начала главного старта. Экскурсию по мини-городку Формулы-1 сегодня лично устроил президент королевских гонок Берни Эклстоун. Вице-премьеру Дмитрию Казаку и губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву Эклстоун показал святая святых любых гонок – падок. Это место, где находятся моторхоумы команд, проще говоря, большие гаражи для болидов и зоны отдыха команд. Построить весь этот автогоночный мир, признался вице-премьер, оказалось легче, чем Олимпиаду. После игр в Краснодарском крае достаточно было грамотно использовать оставшуюся инфраструктуру. Организовать Формулу-1 оказалось значительно проще. Все это делалось на базе того огромного опыта, который был. Это очень важное событие и по развитию автомобильного спорта, и по развитию автомобилестроения, технологий новых внедрений в Российской Федерации. То, что здесь много людей, впервые я вижу такое количество людей, это очень радует. Таких событий у нас запланировано много, вы знаете, совсем недавно прошел экономический форум, будут различные выставки. Во всех спортивных объектах проходят либо тренировки, либо спортивные соревнования. Нет никаких сомнений, что все олимпийские объекты будут и дальше востребованы. Не только для Сочи, но и для всей страны. Гран-при Формулы-1 это очередной мегапроект. По популярности телетрансляции гонки уступают только играм, чемпионатам мира по футболу и Олимпиаде. Химирай конец! Даня Квят русский пилот, болеем поэтому по-русски, как и настоящие русские девочки в традиционных костюмах. Даня Квят чемпион, победитель только он. И не сказка, и не сон. Даня Квят наш чемпион. Судя по Европе, которая давно этого, да, то, конечно, наш стадион, конечно, выглядит... С первого раза, так скажем. Прям наравне с Абудами. В России о проведении королевских заездов мечтали не одно десятилетие. Об этом говорит и тот факт, что в гостиницах в Амеретинской низменности на этот уикенд уже нет свободных мест, заметил губернатор Краснодарского края. История вопроса такова, что 50 лет назад, еще при Брежневе, в общем-то, этот проект хотели реализовать в Советском Союзе, но по разным причинам не получалось. И то, что Олимпийский проект, и вот Формула-1 это есть постолимпийское наследие. То, о чем мы говорили все эти годы, нас критиковали, говорили, что Олимпийский парк будет стоять, он будет не работать, бездействовать. Вот реально 55 тысяч человек с разных уголков мира приехали. А что касается города, все гостиницы переполнены. Нет ни билетов, ни на самолеты, ни на поезда, ни естественного для проживания. То есть мы даже не ожидали, что такое количество людей, такой интерес в России будет к Формулу-1, которая, кстати, должен сказать, и обрадовать всех болельщиков, будет проходить каждый год в нашей стране, именно в октябре. И, конечно, здесь роль, огромная роль, поддержка президента Российской Федерации Владимира Путина и, естественно, правительства в лице нашего куратора Дмитрия Николаевича Казака. И без этого этот проект не состоялся бы. Аналогии Формулы-1 с Олимпиадой не утихают. И это понятно. Сочинская трасса проходит в самом сердце Олимпийского парка, между объектами, на которых соревновались спортсмены. Такого больше нет нигде в мире. Пример того, как работает постолимпийское наследие. Но власти Краснодарского края намерены пойти еще дальше. Инфраструктура, которая осталась после зимних игр, после заездов, станет уже постформульным наследием. На трассе будут проводить массу автогонок и даже устроят трек-дни, когда любой желающий, кто хочет почувствовать себя шумахером и верит, что его автомобиль ничем не хуже болида, может покататься здесь, на трассе. У каждого будет возможность на своем автомобиле после легкой технической инспекции проехать по нашей трассе и научиться ездить быстро и качественно. Поэтому автодром, уникальнейший для России автодром, который может использоваться круглый год, он будет использоваться круглый год. Но самое горячее, ради чего в Сочи на эти выходные приехали больше 50 тысяч человек со всего света, начнется 12 октября. Именно тогда весь мир узнает имя первого в истории Формулы-1 победителя Гран-при Сочи. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи.